Доброе утро, мир! Кто тут так орёт, а? С утра ещё было темно у нас на улице. Темно, я проснулась. Я сегодня первый раз в этом году спала с открытой дверью. Такой кайф! Вот, спортсмены. У нас до 10 часов можно быть спортсменом сегодня. Вообще прикол, да? 21 век. О, человек пошёл, спортсмен, офигеть! Как он там пошёл, нифига себе! Ну вот. Я сейчас тоже пойду. Что-то у меня там какие-то мушки или что. Надо потом пылесосом пройтись. Вон там углы. А я на работу пойду. Я как человек пойду на работу. Да. Погода замечательная, прям где-то. А вечером тогда уже воспользуемся развлечением и попрёмся куда-то. В поля. Вот. Такие вот у нас дела. Так вот. Первый раз в этом году я с открытой дверью спала. И так кайфово. Я всегда говорю, что я люблю спать, когда прохладно дома. И так классно, прям вообще свежестью такую пахло. Чарли, конечно, сразу не понял, что это за фигня, почему дверь открыта. И всю ночь бегал смотреть на балкон, что там происходит. Так что вот так. Пошла я уже одеваться. Да. Тетя Мути. А этот сегодня утром ещё темно было. А он завывает, поёт. Ты поёшь там, да? И поёт. Надену, что я надену. Что-нибудь надеть надо удобное. Да. Друзья, ну блин, ну и же офигеть, какая красота. Люди там спортом занимаются. На великах ездят. Жизнь налаживается. Прям даже слёзы на глазах наворачиваются. От таких простых вещей, которые мы раньше вообще не замечали. Думали, что так и должно быть. Оказывается, нет, нифига не так и должно быть. Природа сама распоряжается, как должно быть. А мы так, пешки. Там вот люди разговаривают. На работу приехала. В общем, это... Да, люди везде спортом занимаются. Я вот по городу. Время без 10 и 10. Осталось 10 минут. И очень странно видеть на дороге. Хотя я не особо ездила по дорогам. Вот. Сейчас. Вот. И очень много людей было... Ой, смотрите. У нас, видите? Помните, я вам говорила, что у нас кресты? В понедельник праздник. Красота. Так вот почти на многих балконах вот такая красота. И все занимаются, бегают. И очень странно было, говорю, велосипедистов на дороге видеть. Вот. Потому что, реально, уже сколько... Ну, время... 47 дней, по-моему, карантина или сколько там, не знаю. Хотя, вот, не так уж и много, да. Когда вот все прошли, не так уж и много. Ну, сейчас вот с 10 до 8 дети могут только гулять. Ну, я так думаю, с собаками, потому что при собаке ничего не сказали. Но я все равно с Чарли выйду гулять в 8. Гулять, спортом заниматься. Три-два в одном. Конечно, еще я не точно не знаю. Как бы можно и спортом заниматься, и с собаками. Потому что... Ну, я думаю, что можно. Я вообще любила мужика. Клиенты на дороге меня выцепливают. В общем, невозможно разговаривать. Время около 10. Все пытаются домой забежать. И все меня спрашивают, когда я откроюсь для своих матерей. Ну, все трое. Вот сейчас пока шла, спросили, когда откроюсь. Смотрите, какая красота. А что-то у меня сейчас мужчина поздоровался. То ли показалось, то ли что. По-моему, сказал привет. Не знаю. Я уже давно знаю этого мужика. Всегда по-испански здоровый. Еще, знаете, у меня иногда в голове... Я не понимаю, на каком это языке. То есть, когда много разговариваешь или что-то... Я вот потом не врубляюсь. Русский был, это испанский. Мне иногда кажется, что русское слово так и по-испански звучит. Так вот. И вот говорю, иногда звучит слово... Вот сейчас он сказал, по-моему, привет сказал. То ли оба. И не понимаю. То ли по-русски сказал, то ли по-испански. Еще одна клиентка меня остановила. Когда откроешься... Ты знаете, у меня не особо прям там очередь, чтобы было, знаете... Вот так вот, чтобы прям клиентов у меня в тревелюшке. Ну, видите, пока шла. Мне надо все отмывать, потому что здесь дезинфицировали все. У меня все в хлорке здесь. Все двери. Так, ладно. Буду готовить. Что с собой нести? Надо в первую очередь... А, дверь открыть. Оставить полотенце стираться. Чтобы проветривалось полотенце стираться. И пока я буду ходить, работать, полотенце постираются. Все, я, друзья, отработала 4 часа в одной семье, представляете? Ну, как в одной семье? Там мать и двое ее детей. Они богатые. В общем, скупили по вот этой вот деревне. И живут вот сейчас в разных домах. Ну, услышали, что пришла парикмахер. И, в общем, все они стеклись к ней. Успела покрасить, подстричь, не знаю, сколько человек. Молодых, пожилых, всяких разных. И сейчас вот еду домой. Пока вот решила посмотреть вот на этот вид. Как здесь говорят, Диа де ла Плая. Пляжный день. Машины припаркованы. Хотя с детьми можно гулять сейчас. Петухи поют. В общем, да. Бабушка такая, она, знаете. Ну, она, конечно, понимает, она в зоне риска. И она такая, после каждого... А я же обрабатываю руки, все дела. Вот в масках, естественно, они надевали маски. Я научилась красить маски, химию делать в маске. Не я, а именно клиента, представляете? Стричь в масках, вот они были вообще. Я говорю, это я вам должна доплачивать за то, что я могу практиковаться на вас. Нормально отрабатывала в маске, все возможно. Так что я очень рада и довольна. Сейчас поеду домой. Меня там ждут щи. Покушаю. И буду отдыхать до восьми вечера. А в восемь мы пойдем с моим Чарли гулять в поля. Класс! Смотрите, какие герани, да? Думаю, может герани купить, а? На балкон. Смотрите, какие классные. Мне они не очень нравились, что вот из них сушеные листья вот это вот постоянно. Ну, можно отрывать их. А то, что, смотрю, нравится. Красивые. В Леду когда-то должны привезти. Когда-то на днях. Моя машинка, в общем, поехала. Устала я так, конечно, знаете, непрерывно. Четыре часа прям вообще непрерывно. Один сидит с краской, другого стригу. Третий. Туда-сюда. Еще с ними же надо разговаривать. Это не просто вам сел там. Они любят поговорить. Ой, блин, ну какая красота. Сейчас сфоткаюсь в Инстаграм. Приехала домой очень поздно, потому что я после работы поехала, заехала в Меркадон. Ой, какие-то тут валяются. На завтра все-таки у нас барбекю. Надо традициям не изменять. Вот. И мне захотелось на завтра сделать рыбу на гриле, на углях. И купила вот такую огромную дораду. Мне его почистили. Вот так вот разрезали. Останется только посолить, специи добавить. Вот. И она огромнейшая. Даже не знаю, сколько она весила. Посмотрю. Так, она у нас... А, ну, 875 грамм. Я думаю, больше. 6,95 килограмм. Вот. Но нам двоим обожраться. И взяла форель. Форельку взяла. И мне ее разрезали напополам. Почистили тоже. Я сказала, что мне нравится форель. Я вообще рыбу люблю. Очень свежайшая. Вообще классная, шикарная. Она у нас стоила 4,50 килограмм. А это вот 720. Тоже большая рыбка. Ну, там еще по мелочам купила яйца. А еще вот купила вот такой чай. Матча. Матча. Ну, это зеленый чай, да? Что-то его там все пьют, рекламируют. Рекламируют. Не знаю. Вот взяла с молоком. Можно с этим соком. Вот. А еще что вкусненького взяла? Мармеладика взяла. Вот такой в Меркадоне, кстати. Вот мармелад. Прям вот один в один наш вкусный. 10% фруктов. То есть это нежевательный мармелад. А вот такой вот мармелад. Слышите, как у меня чай, чай мой разрывается. Ну, и там мужу еще вкусняшки, разные печеньки ему взяла. Вот. Сейчас тручу я заморожу. А, да, раду мы завтра сведим. На углях к салату взяла помидоры. Салат айсберг. Ой, твою мать, что-то мандыкнулся. Ху. Мандыкнулся этот мармелад. Мармелад. Вот. И все. Больше ничего не взяла. К салату. Поели щи. Ну, щей там еще и на понедельник хватит. Ой, у меня, оказывается, яйца были. Вот яйца-то у меня есть. В общем, в холодильнике у нас мышь не повесился. Далеко не повесился. А, еще взяла сыр фета на салат. У меня тут авокадо поспел. Завтра будет такой вот фета взяла. Даже не знаю, какой он там. Давайте посмотрим. Сейчас открою. Что это такое? Вот это что такое? Тут что-то, наверное, потянуть надо, да? Ой. Ух ты. Видали? Ух ты. Ну, нифига себе. Круто. Я никогда фету не покупала. Ну, вот именно в таком формате. О, вкусненькая. Ну, надо же. Иди туда, тони. Так что на завтра сделаю офигенный салат с авокадо. Помидоры такие хорошие купила. Прям такие хорошие-хорошие. С сыром вот. Авокадо поспел. Я еще мясо взяла, конечно, на всякие пожарные, потому что вдруг муж захочет. Какое-то мясо вот другое. Такое вот. Выглядит оно прям классно, шикарно. Недорого. 4,90 килограмм. Хамон. Это ляшка. От ляшки. Не знаю. Вот что-то. А, хлеба. Хлеб у меня всегда в запасе, чтобы не ходить в магазин. Так что все. Я на следующую неделю в магазин, наверное, не пойду, потому что что ходить-то? Нахаживать. Карантин-то еще никто не отменял. Сейчас в 8 гулять пойду. На разведку с поля, друзья. Утром сегодня гулял с Чарли муж. Фотки мне посылал, пока я работала. Он мне там шлет и шлет и шлет. А у меня клетки мои знают уже, какой на него стоит этот. Музыка. И вот они все смеялись надо мной. Кстати, я уже прямо у этого загоревшая такая. Не белая. Смотрите. Ну, конечно, вам не видно. Но такая прям не белая. Прикольно. Два раза только всего загорала. Сегодня не очень охота была. Потому что, говорю, с непривычки. 4 часа у станка. Прям вот у станка. В натуре. Без передыха. Но, блин, классно. Знаете? Повторим. Повторим. Будем работать в нашем режиме. Потихонечку, помаленечку. Хотя эта клиентка, это вот у них мама, бабушка, да? Она говорит, что она еще не хочет на улицу выходить. И смогу ли я к ней домой приходить и делать ей укладку. Я говорю, да, конечно, без проблем. Она говорит, когда тебе будет угодно. Когда у тебя будет свободное время. В принципе, так как сейчас работать можно только по записи. Мне без разницы, к ней домой идти или она ко мне придет. Так как я смогу работать только с ней одной. Поэтому, я говорю, без проблем вообще. Единственное, что она на голову накручивает бигуди. Я говорю, я тебе приду, накручу с утра бигуди. Ты дома посидишь. Они у тебя за 2 часа, за 3 высохнут. И перед закрытием моей работы парикмахерской, я тебе приду, сниму бигуди и уже сделаю укладку. Она такая радостная. Оставили мне классные чаевые. Прям шикарные, можно сказать, чаевые. Поэтому, все хорошо. Сейчас рыбку пойду заморожу. Тручу. Форель муж не ест. Вообще на рыбу какую-то, знаете, странную. Вырос вроде бы у моря, а есть рыбу не умеет. Ловить умеет и нравится ему. А вот есть рыбу вообще не умеет. Никакую рычную рыбу вообще не признает. Странный какой-то. Ну, с другой стороны, мне еще лучше. Мне больше достанется. Так что вот так пошла я. Там мне кто-то, а, наверное, невестка шлет смс-ки. Мои любимые. Манечки, Анютки. Пойду посмотрю, что нам прислала. Заморожу рыбку и замачу. Это замачу такая. Вы пили вообще когда-нибудь эту вот мачу? Как оно? Вкусно, невкусно? Я даже не знаю, что это такое. Ну, я читала, что это толченый какой-то зеленый чай. Чего только не придумают. Кстати, смотрите, у меня тут была стевия. Я думала, почему-то она прозрачная, она не дает цвет. А оказывается, дает. Странно. Это вот мача какая-то зеленая. Ой, блин, как водоросли. Как, фу, и пахнет так же. Нет, пахнет травой, знаете. Как вот люцерна. Ах! Сушеная. Что-то мне кажется, мне их не понравится. Такая хреначенька. Ну, что-то терзает смутные сомнения. Так, а у меня было где-то кокосовое молоко. Сейчас нам мешаем, друзья. Что вы думаете? Сейчас я вас в шкаф поставлю. Вы должны при этом присутствовать. Сказали, было дыхать надо. Кокосовое молоко сейчас нахерашим. Так, а что он там не размазывается? Смесь превращается... Фу, блин, ай, пахнет водорослями. Полезно, говорят, зато. Полезно. Да. Ой, а что-то не это ни раз... Не разминается. Оно там хлопьями. Сейчас покажу. Цвет, конечно, бурда-мода. Внутри, видите? Что это такое? Просто жуть. Да. Сейчас будем пробовать, а что делать. Не все так плохо, знаете. Нормально. Как обычный черный чай с молоком. Неплохо, неплохо. Написано, что в блендере у меня есть этот, для этого. Для смузи аппарат. Может, там его раздолбали. В общем, нормально. Пить можно. Поставила воду, чтобы ванночку чучи, чтобы он купался. Сейчас посмотрю, будет купаться. Будешь купаться? Тут уже ревнивец прибежал. Ревнивец. Это он зевает. Вот это зевнул. Ну давай, лезь, купайся. Купайся давай. Жарко на улице. Почти. Кошка с птицей Кошка с птицей На солнышко поставила Вдруг он там захочет купаться Он там перышки чистит Но купаться что-то не лезет Особо Так, Чарли, не мешай процессу Вдруг он надумает купаться Давай, давай, там водичка Давай Ровно 8 часов Я иду гулять с Чарли Видите, все хлопают мне Что я вышла гулять официально Все довольны Что я вышла гулять Все мне хлопают кругом Так что Все рады, что я вышла гулять Видите, Чарли, нам все рады Что мы вышли гулять официально Пойдем в наши поля Сейчас, если я открыта аптека, пойду Куплю маску себе Надо заменить масочку Вот Так что, друзья Вот так, свобода Спасибо, спасибо Я рада, что вы за меня рады Я тоже за вас рада Всех с праздником, друзья Свобода Вот так у нас по улицам ездят Скорая помощь Не удалось вам знать Видите, все гуляют По улицам скорая помощь и полиция О, открыт фруктовый магазин Завтра можно будет зайти Так Маска, маска нужна Маска нужна Вот в таких случаях Дойдешь, где много людей Что-то не взяла с собой Заодно посмотрю Есть ли народ Фруктовых магазин К ним, по-моему, нет Я вот в этот всегда хожу Есть там люди Но все равно, видите, пустынно И такая, конечно, жесть Смотрите В полях, в которых никогда никого не было Толпы народу Прям ринулись Сзади меня там вот группа Как их сказать-то, назвать-то 17-18-летних Группа Какая там мера предосторожности Какая там дистанция Идут все группой Еще и не пропускают никого, знаете Вот идут они прям толпой И все И хоть ты Обкакайся Никак их обойти невозможно В общем, трындец какой-то народу На улице тьма Ужас В общем, да Тут вообще никто никогда не ходил Все сюда ломанулись Жесть Я завтра пойду не в 8, а в полдевятого Дети ходят Дети с 8 вообще Им нельзя гулять Вон они ходят все Да Обидно, жалко, досадно Ну ладно Что будет, что делать Буду обходить всех стороной Что и вам советую Здесь так все заросло За мое отсутствие 47 дней не была здесь Кстати, представляете Зашла в аптеку Я помните, говорила вам, что у нас Правительство Цену фиксированную на маске Поставило 96 копеек Вот Многие фармацевтики с этим не согласились Потому что они ее закупают В два раза дороже И, в общем, я сейчас зашла в аптеку Этих масок за 96 копеек Нету А я с собой взяла только 3 евро Вот, ну думала За 96 копеек куплю и все В магазин у меня есть хорошее С фильтром А для прогулок и так пойдет И нету Она мне за 5,70 Хотела продать За 5,70 У меня две штуки дома лежат Хорошие Поэтому, видите, дешевые не продают Но у нас везде уже поступают В продажу В обычные магазины Эти маски По 50 штук По где-то 30 евро За коробку Там 50 штук в ней Вот, так что В Lidl, Mercadona Alcampo В них Вот, коробка 50 масок Стоит 30 евро Ну, выходит по 60 копеек По-моему, да Так что Куплю себе на работу Такую коробочку У кого не будет маски Буду включать в цену А что, дарить что ли буду? Нифига не буду дарить, конечно У меня и так цены смешные В парикмахерской Поэтому Кто хочет Может купить У нас, кстати, насчет масок Сейчас скажу Тут уже вообще Поменьше народа У нас маски Это не обязаловка Маски, перчатки Это не обязаловка Поэтому Вот просто Внесли, да В общественном транспорте Да, обязательно нужно Носить маску Перчатки не знаю А вот так вот Магазин, где это не обязаловка Поэтому Кто хочет Кто не хочет Но рекомендуют обстоятельно Что нужно носить Ну и для себя Я, знаете, тоже Лучше в маске Лучше перебдеть Чем не добдеть Так, все, друзья Вы поля наши увидели Все заросли Потому что Летом здесь Ничего не сажают Летом земля отдыхает Ну вот И здесь ничего не сажают Потому что Все выгорает При такой жаре Блин, народу Трандец Жесть Ну, а правильно Все без работы сидят Да Дома Что еще делать? Гулять, естественно На пляж нельзя Ну, если разрешили Ну, главное Знаете, я что боялась Что на той неделе Детей выпустили И что у нас Сильно повысится Заражаемость Нет, заражаемость Каждым днем Все меньше и меньше Умирают, конечно 200 с лишним человек В день Именно от вируса Но Не как Вот, допустим Месяц назад Там, сколько Две недели назад 600 900 человек в день Как говорится Идем на снижение Дай бог Сегодня вот Градусов 30 с лишним Было на улице Говорят, что Жара тоже Не позволяет Вирусу развиваться Но правительство Сказало, что Нужно все равно Себя оберечь И Сохранять все Меры предосторожности Потому что Все равно будут Вспышки До тех пор Пока не Произведут Либо Какой-то медикамент Либо Собаки везде Либо это Прививку А, это девочка русская С которой постоянно Гуляет Мне кажется Эту дорогу Надо было бы Перекрыть На время Вот Разрешенных Прогулок Чтобы люди Могли хоть Какую-то дистанцию Соблюдать Видите Здесь никогда Никого не было Сейчас просто Уйма народа Я иду просто По дороге Может Взад меня Долбануть Какая-нибудь Машина Надо было бы Перекрыть Это все Видите Не знаю Нормально Не, хотя Знаете Люди Шугаются Друг друга Шугаются Нет таких Вот даже Знакомые Встречаются И они На расстоянии Друг другом Разговаривают Поэтому Хоть какая-то Дистанция Соблюдается Вы знаете Я сразу Как-то вышла Гулять Немного Разозлилась Что много Народу Но потом Вот так Проанализировала Посмотрела В общем Все нормально Видите Вот они идут Вдвоем Разговаривают Но между ними Есть дистанция И так Вот большинство Людей Поэтому Проанализировала Я уже не знаю Сколько километров Прошла Так что Все будет нормально Если все так же А почти все Вот так ходят Гуляют И спортсмены То То нормально Ответственные люди Так что Прорвемся Друзья Прорвемся Друзья Я сходила В душик Как бы Вас поставить Сейчас буду Кремиками Мазаться Вот такой у меня День Получился Интересный Продуктивный Устала Как собака Ну ничего Завтра у нас будет Другой день Завтра будем С вами Барбекю Делать Вот Рыбку Жарить На костре Вкусную Немножко Позагораем С вами Ну я Вернее Позагораю Ну вот Может Вы тоже Я слышала Мне сестра Сказала Что Тамбой Тоже Жарко Вот У нас В мае Как-то Знаете Погода Что вот В Тамбовской Области Что вот У нас Одинаковая Даже иногда Там Жарче Чем Здесь В мае Почему-то Вот такая Вот Всегда Ситуация Атмосферная Так вот Я Побью Себя Сейчас Морщины Мои Пропитаю Кремом Чтобы Они были Красивые Подтянутые И соответствовали Своему Предназначению Вот так Видите И бровки Побледнели Все хорошо Все красиво Подзагорю Еще немножечко И будет Вообще Супер Ну Всего вам Самого Наилучшего И всем Пока-пока